Девушки отдыхают 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 Помидоры, перец, брокколи и курицу Нарезать одинаковым размером примерно в горошину А я пока займусь нашим шпинатом А можно мелким кубиком? В горошину, боюсь, не получится Не умеешь вырезать в горошину? Нет У нас есть здесь два типа муки А именно твердых сортов и обычная мука В Италии она называется зиро-зиро У нее более низкое содержание клейковины То, что влияет на текстуру пасты Сереж, ну можно каннеллони из обычной пшеничной муки Приготовить, которая есть в каждом доме? Можно, но я могу дать небольшой совет Мамам, бабушкам Можно муку твердых сортов заменить на цельнозерновую муку Нашего производства, она продается в магазинах Таким образом вы получите более плотную текстуру теста Которое важно, чтобы каннеллони не развалились И одновременно мы сможем дать ребенку Дополнительный объем клетчатки и полезных веществ Которые содержатся в цельнозерновой муке Здесь у нас 200 граммов муки 100 граммов твердых сортов и 100 граммов обычной Два яйца А третье яйцо? А сейчас я тебе расскажу секрет Который опять-таки используется в итальянских семьях Я хочу показать, что у нас здесь находится Итак, классическое сочетание для пасты Это одно яйцо на 100 граммов муки Соответственно у нас 200 граммов муки Два яйца? Два яйца и плюс Надо примерно на каждые два полных яйца Добавлять один желток Это даст нам лучшую склеиваемость теста Также сюда нужно добавить немного соли И добавить немного воды Вода активизирует работу глютена И тесто будет эластичное, как положено На такое количество нужно примерно 1 столовую ложку Чем прекрасно тесто для пасты Да и не только для пасты Тем, что его можно хранить в холодильнике А для более длительного его можно даже заморозить Отлично Главное, чтобы его довести потом Перед использованием до комнатной температуры Смотри, что у нас получилось Я еще чуть домешаю У нас практически вся мука ушла в тесто Мы его должны вымесить до такого состояния Липнет к руке, но не тянется Очень красивый цвет получился Благодаря тому, что аж 3 желтка на 200 граммов муки Если вдруг вы перебрали чуть-чуть с водой Или с яйцом Можно добавить муки Но как добавлять муку? Я просто покажу, чтобы вы знали Давай Насыпаете ее в миску И обваливаете То есть не надо насыпать на само тесто Ага, и она возьмет сколько ей нужно Если есть такая проблема, что тесто слишком жесткое Сыпнуло муки Вы должны взять мисочку с водой Опустить пальцы в воду Так И продолжать мешать Не лить в воду Вы видите, сколько тонкостей Это важно Обязательно нужно завернуть в пищевую пленку И положить в холодильник на 30 минут Зная, что мы будем готовить сегодня каннелоне Конечно, я сделал заранее тесто С которым мы и будем дальше работать Отлично Шпинат готов идти в кипяток Так, я пока нарежу Брокколи Так, наверное, вот это вот Достаточно? Достаточно, да Я думаю, достаточно На каком масле обжариваем? Это же Италия Оливковая? Конечно Все-таки нужно немного добавить перца Или можно добавить других трав Например, хмели-сунели Итальянские или прованские травы Шпинат у нас в кипятке был Ну, буквально одну-две минутки, да? Для того, чтобы он просто размягчился Нам нужно его, скажем так, порубить Сделай мне, пожалуйста, из всех наших рубленых Овощей Овощей Одно целое Болгарский перец, я так поняла, ты предварительно запек Да, конечно Он просто будет вкуснее Значит, наша курица, в принципе, готова Для того, чтобы уже быть замешанной с нашими овощами Значит, у нас здесь брокколи У нас здесь помидоры У нас здесь шпинат У нас здесь Запеченный балгарский перец Я сейчас поставлю в духовку сливочное масло Чтобы оно немного растопилось В такой небольшой температуре Потому что нам оно нужно будет Для смазывания каннеллони Перед тем, как мы будем запекать В принципе, мы с тобой здесь практически все сделали Горячую курицу сюда Да, да, да Ничего, она же будет запекаться Теперь нам осталось сделать нашу пасту Нужно взять где-то примерно теннисный мяч Чуть побольше У нас есть насадка Я включу ее Ну, совершенно понятно, что это можно раскатывать и руками Да, конечно Это можно раскатывать руками Для того, чтобы у нас в каннеллоне были одинаковые толщины Одинакового размера Мы сделаем таким образом Так Один лист Я забыл одну важную вещь Я поставлю воду греться Поскольку нашу пасту нужно будет еще чуть-чуть доварить Надя, если не сложно тебе Последний ингредиент нашего блюда Для того, чтобы оно лучше связалось Это перепелиные яйца Добавь, наверное, сюда штучки три Сыры Сыры, да Ну, здесь важно понимать До какой толщины раскатывать тесто для каннеллони Это примерно миллиметр, где-то так Нам нужно тесто проварить Не сварить, а немного его размягчить Буквально минуту Чтобы оно в духовке запекалось И было уже наполовину готово В кипяток? Да, в кипяточек А не слипнется? Буквально там пару минут побудет Если вместе с тестом туда немного муки попадет Ничего страшного? Ничего страшного, она выварится А воду нужно подсаливать? Ну, это не принципиально Не забудь, что я солил само тесто А для чего ты в холодную воду потом опустил, Сереж? Для того, чтобы... Давай, наверное, вот таким образом мы сделаем Холодную воду я опустил для того, чтобы остановить процесс кипения То есть иначе, знаешь, оно нагрелось И продолжает готовиться И продолжает готовиться, да Я первый раз, кстати, в жизни вытирала тесто полотенцем С чего-то же... Когда-то же надо начинать Начинка Начинка Помни, что у нас должно немножко по краям остаться, чтобы мы могли завернуть ее Какое расстояние от краев вставляете? Ну, где-то сантиметр И вот поэтому тесто должно быть достаточно широким, чтобы завернуть и еще немножко провернуть, да? Да Теперь основная манипуляция это вот завернуть, как блинчики, вовнутрь Теперь нам нужно смазать немного сливочным маслом Давай, я смажу тебе немного и себе тоже смажу немного маслом для цвета Я думаю, что двух каннеллони будет достаточно для одного ребенка в школу, я так думаю Безусловно Это, в принципе, такая стандартная порция Духовку нам нужно поставить на 180 градусов Пергамент Так, я еще раз смажу маслом Ну, если кто-то имеет что-то против сливочного масла, хотя оно тоже полезное для детей, то можно, наверное, и растительным смазать, да? Можно растительным, можно смазать и белком Мы отправляем в духовку на 15 минут А тем временем? А тем временем мы перейдем к второму блюду, которое должно порадовать наших детей Это чипсы Здоровые, хрустящие И делать мы их будем из... Морковки и яблок Режем вот так вот Миллиметра два будет достаточно, да? Да, вполне Духовка должна быть установлена градусов на 60-70, максимум 100 градусов И сушить их нужно не менее двух часов Ого! Желательно духовку при этом приоткрыть Я принес с собой свои домашние заготовки для того, чтобы ты поняла, о чем идет речь Чтобы могла попробовать вот наши хрустящие чипсы Когда мы сушим яблочные, морковные чипсы или какие-то другие, мы вообще не используем никаких специй, сахарок, например? Используем, мы когда выложим, можно посыпать корицей, то есть помимо того, что придаст куст, оно еще придаст большую им сухость, потому что корица будет немного впитывать влагу А морковка вкусная? А морковку можно посыпать крахмалом, известное вещество, которое впитывает воду и придаст дополнительный хруст Вот я, кстати, вареную морковку не люблю, а здесь не чувствуется вот этого запаха, который морковку отличает от всех других овощей И ребенок, когда будет есть морковные чипсы, даже не догадается, что он съел полезную морковку Достаем Так подрумянились Подрумянились, мы же их смазали маслом Десяти минут хватило, чтобы они приготовились вот до такого румяного состояния? Да, ну десять, чуть больше, может быть Вот, собственно, наши чипсы подходят к своему финальному этапу Мы их выкладываем, желательно выкладывать так, чтобы между ними оставалось место, они могли сохнуть Что касается морковных чипсов, мы должны их полить оливковым маслом Немного, так, чтобы просто придать им цвет во время запекания И посыпать немного крахмалом Сверху, после масла, да? Известное сочетание вкусовое яблоки и корица Если попадет немножко на морковку, я думаю, что... Получится новый вкус Можно пережить при температуре от 60, максимум 100 градусов нужно отправить в духовку Не менее, чем на 2 часа И я напомню, как мы готовили Для приготовления каннеллони с начинкой вам понадобится Для теста мука из пшеницы твердых сортов и обычное Яйца, оливковое масло, соль, вода Для начинки шпинат, курица, перепелиные яйца, очищенные помидоры, печеный болгарский перец, брокколи, сливочное масло Замешайте тесто для пасты, раскатайте его в тонкий лист, слегка проварите и охладите Шпинат ошпарьте, пропарьте брокколи, очистите помидоры и перец, курицу обжарьте на оливковом масле Курицу, овощи смешайте с перепелиными яйцами На тесто выкладывайте полученную смесь Аккуратно закрутите каннеллони, подогнув внутрь края теста Сверху смажьте сливочным маслом, выложьте на противень с пергаментом Каннеллони выпекайте при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут Для приготовления яблочных чипсов вам понадобятся яблоки и корица Яблоки помойте, удалите сердцевину и порежьте на кружочки толщиной около 3 мм При желании добавьте корицу Для приготовления морковных чипсов вам понадобится морковь, оливковое масло и крахмал Морковь очистить, тонко нарезать кружочками Слегка сбрызнуть оливковым маслом, посыпать крахмалом Выложить морковь, яблоки и сушить в духовке в течение часа или полутора при температуре 60-100 градусов Все это выглядит просто как завтрак или обед Но не будем забывать, что все-таки это еда, приготовленная в школу Поэтому мне хочется воскликнуть Матвеева к доске Сперва накорми, учитель, а потом будешь вызывать А пока я ем, Сергей Викторович, вы не ешьте И между прочим, если вам показалось, что это обычно, завернуть начинку в тесто То поверьте, тесто получается совсем необычным На блинчике, например, это не похоже Оно даже немного хрустит из-за того, что запеклось в духовке И по поводу практичности Это очень удобно, ничего не высыпается, ребенок будет в восторге АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ